Это страшное дело. Это страшное дело. Будут останавливаться заводы по цепочкам. Дошибись вообще, да? Это как вообще, Савельич, с твоей нефтегазом? Я тебе хочу сказать, а без бумаги останешься. И у всех хорошее настроение, деньги, а деньги тратятся, в том числе на вот... Верно, верно. Добрый вечер, добрый день и доброе утро, дорогие друзья. Не знаю, когда вы нас смотрите, но тем не менее, в эфире вновь Кселиус Групп Денис Тукалин. И сегодня у нас гости, которых вы, как всегда, ждали. Константин Савельевич Старихин и Валерий Владимирович Гаевский. Приветствую. Да, здравствуйте. Добрый день, Денис. Что ж, мы продолжаем. У нас как бы вторая серия, получается, предыдущего эпизода. И мы продолжаем с вами дискутировать на тему фондового ринга. Он, наконец-таки, открылся. И открылся он не вниз, как все ожидали, огромным гэпом, а открылся неплохо, даже вверх, и акции подрастают. Первый вопрос, который от телезрителей. Заключается в том, что сейчас делать, покупать, продавать или находиться в кэше. Давайте начнем, Константин Савельевич, с вас. Я считаю, что в сегодняшней обстановке, несмотря на то, что новостной фонд, конечно, не самый благоприятный. И все мы понимаем, какие события сейчас происходят. Но, тем не менее, я считаю, что необходимо все-таки покупать наши акции. Потому что они очень сильно просели, и, видимо, все самое страшное в экономике уже позади, с моей точки зрения. И заложено в ценах, как говорят. И уже, абсолютно верно, Денис, заложено в ценах. Поэтому я все-таки рекомендую сейчас покупать. Мнение понятно. Валерий Владимирович, ваше? У меня мнение, как всегда, немножко отличается от мнения Константина Савельевича. Я считаю, что покупать, у кого хотят нарастить длинные позиции, то можно покупать. А у кого капитализация не очень высокая, покупать еще рано. Потому что, на мой взгляд, военные действия продолжаются. Ситуация еще достаточно неясная. Переговоры хоть и идут, но они идут вяло. И мне кажется, что будет еще второе движение вниз. Может, оно будет не такое глубокое. Там, например, я смотрел какие-то бумаги. От Лукойл, например, да. У него максимальная цена была 7500-7800 где-то. Вот так вот, да. Потом, значит, он падал 24 февраля до 3000 рублей с чем-то. И вот сейчас он торгуется на уровне 4500 что-то, да. Вот как-то так. Вот наверняка может еще сходить куда-то, не говорю, к 3000. Но отойти еще там на 500 рублей, там 700 тысячи, может быть. Легко. Понятно. В этом моменте надо как раз вот тогда закупаться. Потому что вот вы заметили, наверное, я на прошлых занятиях тоже говорил. Если мы смотрели обвал рынка по нефти в 20-м году, в марте, там был один удар. И потом второй, если приглядеться, он может быть по некоторым бугало разный. Только разной силы, мощности, глубины. Но он был. Вот мне кажется, в данном случае тоже может произойти такая коррекция опять. Мне кажется, вот так как-то. А потом, да. Но вообще уже рынок готов, чтобы... То есть цены достаточно интересные, чтобы, конечно, уже покупать. Потому что мы смотрим там... Ну, там, например, Газпром был 390 рублей, 308, да, максимум. Тут он доходил до... Сейчас он 125 рублей, сколько сейчас стоит? Ну, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас будем во второй части разбирать и увидим там порядок цен. Но уже цены такие... А, 150? Нет, обычная. Одним словом, да, с советским я согласен. Тут можно уже смотреть в сторону покупки. Но все-таки, может быть, у кого не очень глубокие карманы, дождаться все-таки второго движения вниз, которое может произойти. То есть получается, что такой вопрос от телезрителей тоже. Является ли текущий момент вот этого обвала? Потому что если отбросить все политические моменты и просто смотреть чисто на график, то мы увидим очередной провал вниз, да, и попытку откупа. Является ли это как бы стандартным рыночным циклом, который мы видели и в марте 2020 года, коронавирусный кризис, и, значит... Там нефтяной был кризис. Да, ну, я его называю просто... Упускай был, коронавирусный. Да, до этого мы тоже видели ряд таких движений. И 2014 год, крымские события, и до этого 2008 год. То есть, что это, Константин Савельевич, вот как вы считаете, да, рыночный цикл и брать просто... Да, но я бы употребил для характеристики этого явления все-таки такой термин – рыночный сценарий. Потому что в основе всего того, что мы видим сейчас на рынке, типовые, из года в год повторяющиеся действия участников рынка. Они вот так реагируют на все эти события. Человек так устроен, да, психология, образно говоря, толпы вот так вот устроена, что люди на рынке ведут себя именно так, поэтому... Практический вопрос. Миллион рублей. Как бы сейчас вы распределили такую популярную сумму у инвестора среднестатистического в России? Миллион рублей вот в текущих условиях. Я бы набрал, во-первых, где-то тысяч на 600, на 700 я бы голубых фишек набрал. А на оставшиеся я бы набрал акции 2-го, 3-го эшелона, которые очень сильно упали. Даже я скажу несколько такую крамольную вещь. Я бы, например, взял тот же Аэрофлот, потому что эти бумаги упали очень сильно вниз. А все равно после того, как все эти события пройдут, снова будет нормализовываться, так сказать, сфера авиаперевозок, и акции этой компании пойдут вверх. Валер Анатольевич, миллион рублей. Что бы вы с ним сделали? Ну, я вот соглашусь с Константином Савельевичем, что... Ну, я бы, скорее всего, я сторонник таких схем в распределении денег, где-то такой консервативный. На 500 тысяч я бы купил голубых фишек. А 500 держал в резерве главного командования. Ну, второе дно. Добавится, да. Скорее вот так. Так, хорошо. Вот такой вопрос интересный. Это к обоим. За вашу трейдерскую карьеру и прогнозирование. Вы строили какие-то прогнозы по рынку, по доллару, по акциям и так далее. Кто чаще бывал прав из вас двоих в видении рынка? Такой немножко провокационный, может, вопрос, но... Если вы не против... Я могу так сказать, что мы такой счет не вели, как, впрочем, мы не вели счет шахматных партий. Кто больше победил, кто больше проиграл. Но меня всегда восхищали прогнозы Валерия Владимировича по доллару. Потому что он очень хорошо чувствует этот инструмент. Он верит в доллар. И очень часто его прогнозы о том, что доллар будет укрепляться, оправдываясь. Я расскажу следующее, что Константин Савельевичем мы как-то во время торговли как-то... Мы с тобой какие-то... А, была у нас одна операция, помнишь, мы там решили прикупить чего-то. Только в это время появились технические какие-то приемы. Какую-то книгу прочитали. И там все показывало, вообще-то, вот так, по той книге. То ли стахастика какая-то, то ли еще вниз. Но там был такой момент, что можно прикупить и печочек поймать. Но мы купили, и тут же стало все падать. Но мы успели развернуться там. И вот это было интересное такое явление. А так, в принципе, ну что? Но ведь на торговле мы, вот, приятельские отношения находимся достаточно давно. Уже скоро 30 лет. Вот, скоро 30 лет, представляете, да? И вот за эти 30 лет ведь трейдер, выходя на рынок, он, как правило, торгует сам. Никакие советы, значит, слушать нельзя. Другое дело, что можно что-то обсуждать там во время обеда или как-то там утром. А что ты думаешь, а куда пойдет? А куда ты стоишь открытым? Ну, это все вот как-то чисто индивидуально и только свое мастерство, своя интуиция. У нас, правда, я об этом тоже говорил, был в конторе один человек, который что не сделает, что не туда. И он был вот как лакмарская бумажка. Сейчас спрашивали, а куда стоит там? Григорий, что ли? Нет, нет, Валентин Николаевич. Валентин Николаевич, куда стоит? Вверх, в шорт все. И все падало. Валентин Николаевич куда стоит? В шорт, вверх все. Это было вот прям, ну, прям железно. Это вот такие есть, ребята. Ну, удивление, торговал не в ту сторону все время, да, по-моему? Тотально при том. Вот это вот такое было. Вот, кстати, не сочтите за рекламу, дорогие друзья, но я тоже встречал таких людей. И у меня родилась идея, которую мы воплотили в виде торгового робота. Значит, действительно, есть люди, которые все время сливают стабильно. И все время не туда. Мы сделали робота, который... У него рабочее название было анти-лузер. А сейчас он называется лосс-хеджер. И, наверное, высокий результат был, да? Да, смотрите. Берем такого робота и ставим на человека, чтобы робот делал реверсные операции. Зашортил, значит, робот в лонг встает. Причем он встает, можно регулировать, чтобы он встал с двойным объемом. И некоторым это действительно приносит профит. Но, как показывает практика, кто... Если, допустим, такого робота поставить незаметно, ну, как бы на человека, ну, который, допустим, находится там в проб-компании или как-то, чтобы он не знал, это дает эффект. Если человек сам такой робот берет и ставит себе, он начинает прибыльно торговать. То есть он как-то думает, что, а сейчас робот встанет против меня, и у него почему-то психология меняется, и он начинает... Он перестает срывать. Смотрите, когда ты открываешь позицию, то бывает, открытие позиции определяется различными факторами человека. Это может быть какой-то технический подход, технический анализ. Это может быть какая-то информация. Это может быть мнение зала. Мы на бирже ходили, там мнение зала. Что ты думаешь там? Мы думаем, что рынок растить сегодня не будет. Мнение зала. Давай давай в шаг вот играть. Это вот как-то так, да? Это может быть интуиция даже. Вдруг ты начинаешь понимать, что как-то вот в зале, в зале вдруг как бы какая-то электризуется атмосфера. И ты понимаешь, что сейчас произойдет какое-то сильное движение. Не важно, вверх-вниз. Вот это надо тоже понимать. Извините, как говорил тот же Валентин Николаевич, сейчас что-то произойдет. Рынок либо вырастет, либо упадет. Ну да, но ведь трейдер, который торгует внутри дня, ему главное движение, сильное движение. Он же ведь, он же не может как-то, ведь торговое внутри дня заключается в том, что поймать сильное движение. Потому что если нет движения, то и прибыли нет. Вот это сильное движение. А сильное движение, как правило, бывает нечасто. Оно нечасто бывает. Но если оно бывает, вот сейчас, например, сильнейшие движения произошли вообще на рынке. Правильно же? Вверх и вниз. Вот. Поэтому вот такие моменты, и вот эта интуиция, и вот этот вот набор каких-то вспомогательных вещей. Бывает даже, вы не поверите. Вот, кстати, сидит тут вот и не даст соврать. Был какой-то рынок вялый-привялый, вот сейчас ты мне добавишь. И никуда ничего не двигалось. И было дело к закрытию, уже было часов, мы в 6 часов закрывались, по-моему, да? Да, что-то около этого. А это было часов в 5, наверное, да? И Савельевич говорит, ну все, ничего не произойдет, я поеду домой. Ну и там, и уехал. Проходит там минут 45-50, вдруг Савельевич врывается на биржу. Шапки, в сапогах, в пальто. Шапка на боку, портфель, что-то не падает, такой портфель смешной у тебя был. Я говорю, что прошло? Я сейчас уже на Каховской, на Каховской, ну уже ехал домой на Каховской. Еду по эскалатору, вдруг вижу, сходит лавина, лавина. В этот момент у меня еще портфель падает. Ручка отрывается наконец-то. Я понимаю, что все, надо будет продавать. Продав, продавал, он сказал, что ты думаешь? А я стоял мягко вверх. Там было 5, по-моему, в понедельник с грохотом открылись. Да, был такой. Вы понимаете, какие бывают вещи? Вот это меня все поражало и поражало. Лишь сон какой-то принес, я помню, сон мне приснился. Я лечу в самолете и почему-то, ну, мне надо пройти командиру корабля. Я захожу в этот кокпит, значит, и летчик сидит. И я смотрю, я говорю, смотри, гора перед тобой. Он, ааа, и так раз на себя это штурвал. И так, ух, мы над горой. Я думаю, будет страшный рост. Действительно, раз там через день, там так поперл вверх рынок. Вы понимаете, вот бывают какие-то вещи, когда долго находишься на рынке, ведь когда ты торгуешь и торгуешь регулярно, у тебя уже второе сознание, подсознание начинает тебе помогать работать на твоей стороне, какие-то незаметные подсказки возникают. К ним нужно относиться внимательно. Они просто как хитрые там пьют, а-ха-ха-ха-ха, о-хо-хо-хо-хо. Там, мы торгуем, значит, как это самое там, вот так вот. Типа там, сойдутся или сойдутся два пальца. А на самом деле, в этом есть определенная мудрость, смысл. И к этому нужно определяться, а не просто так относиться, так, в легкую. Согласен, да. Кстати, подпишусь под каждым словом. Действительно, если торгуешь внутренне, торгуешь каждый день, то иногда рынок начинает тебе просто сниться. И ты чувствуешь вот его. У тебя получается... Это не чуйка, это не прогнозирование, это чувство рынка. Вот это ритмика рынка начинает. Чувствовать, да. Чувствовать рынку, да. Ритм его чувствуешь, да. Значит, такая вещь, вот Константин Савельевич, вот вы сказали брать. Единственное, вот еще что хотел уточнить, ваша теория по поводу интервенции крупного капитала. Значит, стоит ли брать сейчас или стоит вот как бы увидеть, когда на больших объемах пошел рост? Я понял вопрос, Денис. Вот в таких случаях, конечно же, всегда нужно смотреть на график. Какие там образуются фигуры, какие свечи, на каких объемах пробиваются ли важные линии сопротивления, линии наклонных трендов, пробиваются ли месячные и годовые средние снизу вверх. И, конечно же, если поступают такие сигналы, то, конечно, следует покупать. Мы очень внимательно посмотрим на графики чуть попозже, как раз с этой точки зрения. Константин Савельевич, вот такой еще вопрос, вам тоже как практику, в том числе опционному. Многим очень понравились ваши опционные видео. Кстати, смотрите на нашем канале, Константин Савельевич очень много по опционам сделал видео, таких базовых, объясняющих, интересно, простыми словами, сложные темы. И вот в текущих условиях, какую бы опционную стратегию вы бы выбрали? Самая простая стратегия – покупать опционный колл. Причем желательно с дальними датами и в положении вне денег. Единственное, что могу сейчас сказать, контур этой темы, они достаточно дорогие, потому что волатильность еще достаточно высока, и за веги они стоят прилично. То есть, если в обычных условиях волатильность по нефти, по РТС, она где-то 30-40, то сейчас она где-то 70-80. Да, все понятно. Здесь нужно творчески подходить к этому вопросу, потому что вот такого рода рекомендации – это не догма, а как говорили еще классики марксизма-ленинизма – руководство в действии. Нужно выбирать моменты, потому что очень часто бывает так, что после действительно периода высокой волатильности рынок немножечко успокаивается, но в целом сохраняется положительный восходящий тренд. И тогда наступает хороший момент для покупки опционов. Опять-таки, речь не идет о том, чтобы взять и все свои свободные деньги вложить в опционы. Нет. Нужно этим заниматься, так сказать, с умом, и дозированно вкладываться в опционы. Не имеет смысла ставить, как говорится, вот на эту, образно говоря, лошадку все свои средства. Валерий Владимирович, многие помнят ваше желание того, чтобы ВТБ стоил 1 рубль. Вы об этом говорили? Нет, не желание. Там я сказал, что возможно, что в какой-то промежуток времени, может быть, он даже недостаточно большой, ВТБ может выстрелить, я говорю, вот так. Как сейчас оцениваете перспективы этой акции? Брать. На последней сессии он вырос на 12% ВТБ, на всякий случай. Стоил там 1,60 копейки, стал стоить 2,2 и 2,3 копейки. Потенциал роста у него колоссальный совершенно. И вот такое ощущение у меня, что его держат. Вот его держат. Кому-то не дают ему расти. И это так интересно и в то же время странно. Потому что этот банк такой, он не хуже, чем Сбербанк. Под санкциями. Ну, не хуже был. Сейчас проблема в том, что он под санкциями. Вот, да, это такой минус-фактор, форс-мажорный. Не знаю, как вы оцениваете вот эту ситуацию. Ну, вот, смотрите, вот опять же тот же миллион, если, да, я бы купил, допустим, Сбербанк. Точно, 400. И на 100 тысяч купил ВТБ. Ну, соотношение понятно. А 500 тысяч в резерв главного командования. Потому что я опять хочу сказать, что по моему опыту должно произойти еще второе движение вниз. Насколько оно будет глубоко, я не знаю, но оно должно обязательно быть в том или ином моменте. И вот там надо уже затариться, то есть взять на оставшиеся деньги, которые есть, либо нет их. Но занимать нельзя, нельзя. Занимать нельзя. Кредиты брать нельзя. Что ж, коль речь у нас зашла по поводу акций, по поводу их уровней, брать-не брать, по поводу интервенции крупного капитала, давайте посмотрим на графики. Давайте. Что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим на графики. В общем-то, все любят прогнозы, никто не любит их давать, правда. Но ради вас мы постараемся. Поэтому мнение Константина Савельевича Старихина и Валерия Владимировича Гаевского по поводу рынков на графиках. Переключаемся. Значит, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, перед вами S&P 500 и индекс американской экономики. Он находится вблизи своего исторического максимума. Вот здесь исторический максимум был, в районе 4 800. Последнее время у него такой ярко выраженный рост. Мы наложили по вашим просьбам, значит, MACD внизу, индикатор, и скользящую среднюю, период 22. Правильно? Да. Вот. Значит, Константин Савельевич, ваше мнение первое. На индексе S&P я пока ничего сверхординарного не наблюдаю. Вполне такая нормальная техническая картина. Восходящий тренд был. Потом, да, пошел откат. Он завершился, и снова возобновился восходящий тренд. То есть, в целом пока S&P еще идет вперед. Средняя месячная наклонена вверх. Так что, если в США не произойдет какие-то негативные события, экстраординарные, то плавно, потихонечку американский рынок будет подрастать. Валерий Владимирович? Мое мнение, значит, вы это обратите внимание, если внимательно, значит, максимальная цена была индекса S&P 4,800 где-то, да, и потом вот эта минимальная точка, вот курсов, вот сюда, сколько здесь было? 4,140 примерно. Вот это отход был в связи с военными действиями на Украине, как следует, потому что экономика американскую тоже зашатала, конгрессмены напряглись там, как-то, и как-то образ НАТО как-то померк сразу, там, посмотрите, как реагируют, да, а тут, смотрите, уже, значит, военные действия вроде продолжаются, а S&P уже бодро пошел кверху, и так это хорошие показатели дает, но опять же, у меня такое вот сомнение, потому что, если вы посмотрите глобально на этот рынок, да, ведь он растет, не переставая уже, с какого года, открой, пожалуйста, левую сторону, там, а мы сейчас поставим другой масштаб, допустим, месячный, нет, недельный, недельный, давайте недельный, вот посмотрите, когда произошло, значит, понижение, то вот рынок коснулся минимальных цен S&P 500, он уперся в свечу, которая красная, посмотрите, вот она, вот обратите на это внимание, у меня это называют червоточина, иногда коррекция происходит всегда в какой-то, в какую-то свечу красную, теперь посмотрим, ниже есть такие свечи, есть еще, видите, вот смотрите, вот они, ну тоже левее, там пониже, вот, нет еще, вот эти, да, значит, рынок, если не пойдет, у него следующее движение будет вот сюда, какая тут цена, запомните даже, приблизительно, 3,600, 3,800 где-то, 3,800, да, вот после этого, может быть, рынок пойдет уже вверх, более такое увереннее, сейчас он, потом свеча последняя, недельная, она не растущая, она называется, Доджи, Доджи, в области высоких цен достаточно, правильно? Похоже. Но она не ростовая, поэтому, чтобы тут сказать, что будет прям такой рост, там, завтра, после завтра, когда-то, с понедельника, я вообще сомневаюсь, скорее всего, будет запил, и может быть, движение будет опять вниз, и после этого, может быть, только после этого, рынок выправится, и пойдет вверх, вот мне такое вот видение. Технический, да, хорошо, значит, по S&P примерно понятно, переключаемся на нефть. Так вот, дорогие друзья, давайте посмотрим дальше на график нефти. Это нефть, значит, U-Coil, бренд, марка, соответственно, вот у нее такая интересная сейчас конструкция, посмотрите, да, она и так сильно росла, вот здесь вот уже было состояние перекупленности, если честно, когда она подошла к 100 долларам, это было в конце февраля, а потом она просто ушла со 100 долларов практически на 140. Более того, вот давайте сейчас шкалу уберем, вот лишних инструментов. МЦД где вы сейчас? Если переключиться, а он есть, сейчас я его включу внизу, значит, если переключиться на более старший масштаб и посмотреть историю, так, нет, смотрите, просто интересно тоже, месячный, смотрите, куда она ушла, она ушла практически на свои исторические максимумы, то есть вот здесь у меня много уровней, ну там я строил локально, а вот вообще максимум у нее был примерно там, ну в районе 150 долларов, почти 150, да, это было в 2008 год, да, и сейчас вот смотрите, как она туда сходила, дошла почти до исторического максимума, вот эту проторговку, которая здесь была, выбили тенью, да, и вот сейчас на месячном масштабе, вот на таком старшем, у нас вот образовалась такая свечка с большой тенью, и переключаемся на дневной масштаб, и вам слово, давайте, наверное, Константин Савельевич с вас начнем, и Валерий Владимирович продолжит. Вот глядя на рынок нефти, на этот график, нужно прежде всего помнить о том, что на царевых рынках нет таких понятий, как интервенция крупного капитала, эвакуация крупного капитала, эти рынки устроены иначе, нежели вторичный рынок акций, или рынок криптовалют, там огромное значение имеет некомпенсированный спрос, или некомпенсированное предложение, и то, что мы видим на рынке нефти в последние, в частности, месяц, это лихорадка, то есть рынок лихорадит, образуется дефицит запасов, очень большой спрос на нефть, цена подскакивает до уровня 135-136 долларов за баррель, потом она падает до уровня 199, потом снова идет вверх и так далее, это говорит о том, что на рынке где-то есть элементы паники, и потом возникает некое отрезвление, кто-то, например, американцы, открывают свои стратегические запасы, чтобы рынок нефти стабилизировать, ОПЕК не хочет, так сказать, резко увеличивать добычу нефти, и так далее, и так далее, и так далее. И еще очень важный фактор, это грядущий переход Российской Федерации экспорта нефти, и переход соответствующих расчетов в рубль. Этот фактор тоже оказывает влияние на рынок нефти, и поэтому пока вот чего-либо определенного по нефти сказать нельзя. То есть мы видим здесь рыночную лихорадку, вот куда цену вынесет даже через 2-3 недели, сказать, с моей точки зрения, невозможно. Валерий Владимирович, ваше слово. Мое мнение следующее, что американцы реконсервируют запасы своей нефти до 1 миллиона баррелей в день. В месяц. В день. В день? В день. В Саудской Аравии, я вчера об этом слышал, значит, через ОПЕК там, 420 тысяч баррелей закачивают в день, начиная с какого-то числа, вот в апреле. Я думаю, что это собьет цену на нефть, скорее всего. По-моему, они стараются, конечно, сбить цену на нефть, потому что я вот сегодня хотел об этом сказать позже, но так получается, что скажу чуть пораньше. Такая ситуация была в 70-е годы, когда цены на нефть взметнулись достаточно высоко, то есть практически с нуля до 35-38 долларов баррелей. И Саудовская Аравия договорилась с американцами сбить эту цену, чтобы подорвать Советский Союз. И это удалось. В 86-м году, когда это все началось, началось примерно, я немножко так неправильно говорю, 79-80, 82-й. В 86-м году цена на ней была 13 долларов баррель. Это экономически подорвало нашу экономику Советского Союза. Это одна из причин, почему Советский Союз развалился, а не потому, что Горбачев предатель. То, что был заговор американцев в Саудовской Аравии, подорвать нашу экономику через нефть. Вот теперь, мне кажется, не фишировая нигде, Сауды с американцами, хотя тоже подорвать нашу экономику через нефть. Такое мы имеем. Понятно. Хорошо. По нефти, в принципе, я здесь согласен. Как мастер технического анализа, могу сказать, что цена может либо сильно вырасти, либо сильно упасть. Это говорит действительно мастер технического анализа. Потому что торгуем внутри дня, ребята. По нефтянке между дней сейчас совершенно непрогнозируемо, ибо новостной фон мешает осуществлению фигур технического анализа. Поэтому спрогнозировать теханализ сейчас невозможно, потому что вы можете прогнозировать все, что угодно, но завтра придет новость принц Саудовской Аравии или из той области кто-нибудь чихнет. Я на все силы добавляю тебя, не перебивая, в эту сторону. Мне такое ощущение, что американцы устали нас уговаривать, нас предупреждать, нас это, то, как мальчишек. Они просто сейчас через газ могут подорвать нашу экономику. Я это вижу. И вот это начинает как-то витать в воздухе вот эта идея. На вашем графике и на экране фьючерс на индекс РТС. Ну, даже я просто не знаю, что здесь вы сможете ответить, но попробуйте. То есть его есть тенденция последних месяцев, так скажем, уходящего, ну, ушедшего года, 21-го, вниз, накоренился, да, потом получается с февраля сильный удар вниз, потом вот эти черточки не было торговли, да, тут целый месяц. И как здесь строить теханализ, я не знаю. Ну, что вы думаете? Можно я скажу? За тебя и за себя сразу. Вниз. А я хочу от себя еще добавить. Роста тотального не будет пока. Я жду все-таки опять движение вниз. Не очень может быть серьезное, но там какой-то запил и потом через какой-то промежуток времени может быть 2-3, 2-3 месяца, может быть через полгода, через год начнет движение вверх. То есть, рынок должен, понимаете, в каком-то... Он не может упасть сразу. Это даже Дейландер писал. Или кто-то, я помню. Человек, вывалившийся из окна с 10-го этажа, не может с сломанными ногами сразу бежать вверх. Ребят, ну что вы? Какое? Вы сейчас наберете и ждете, что там 3 конца будет через месяц, через неделю. Ноги переломаны пока. Должно все зажить, все устаканится. Потом пойдет движение вверх. А у меня вот какое мнение. Я считаю, что все-таки вверх. Причем, что интересно, обратите внимание, месяц мы не торговали. Это был очень опасный период для торговли. И благоразумно центральный банк, как регулятор рынка, остановил торги. А потом, что происходит? Обратите внимание, рынок открывается. Открывается, да, в целом, мы видим довольно низко, но потом он идет вверх. И из 7 свечек, 7 свечек дневного масштаба, после возобновления торгов на рынке, только одна падающая свеча. И одна, типа, дожа. Одна дожа. Минуточку. Это уже говорит о том, что среди торговцев настроение по текущим ценам брать. Но, я хочу предостеречь особо, наверное, горячих трейдеров от всяческой там маржинальной торговли от ланга. Этого делать, скорее всего, не нужно, если нужно со стопами и небольшим объемом. Потому что рынок не обязательно, вот как говорил Валерий Владимирович, после падения с 10 этажа встанет и снова на этот 10 этаж взберется. Рынок может некоторое время вообще внизу попилиться. Он не сразу может пойти вверх. Поэтому, если покупать, то стратегически в таких вот довольно длинных временных масштабах. Ну, скорее тогда уже речь про акции, к которым давайте мы и перейдем. Потому что это фьючерс, у него в любом случае есть срок жизни, его покупать надолго не получится. А вот, допустим, Сбербанк получится, который у вас на экранах. Сбербанк, текущая цена 154 рубля. Минимальная цена была примерно 89. Так, эту линию мы уберем как лишнюю. И вот такая интересная картиночка. Конфигурация. Ваше мнение. Ну, индексы РТС и Сбербанк, они не приблизительно, а просто они рисуют графики в один в один, как вы видите, да, вот. И мое мнение тоже, значит, сильное движение, может быть, там, слиться цена вверх, вот, средний скользящий, который идет, да, вот где-то там через день, через два, вот, но потом, значит, опять отойдут вниз. Силы пока я не вижу в рынке, чтобы вот она была такая. Понимаете, то движение, которое мы можем видеть, просто целый месяц не торговали. Есть народ такой легкой, который говорит, цена привлекательная, давайте купим. Действительно, они правы, они, может быть, какой-то даже имеют прибыль сейчас, правильно, да, если ты купил, там, скажем, 3-4 дня назад, и там, вот, и у тебя осталось открытой позиции на повышение, ты сумел купить, там, по дну, там 90-100 рублей, да, Сбербанк, поди фигуру. У тебя же прибыль. Ты на такой позиции можешь легко держать, там, с потерей 20-30 рублей против себя. Согласны со мной, да? И добавится еще. Но сила в рынке пока я не вижу. Военные действия продолжаются, ситуация с экономикой еще. Вы понимаете, все санкции, которые на нас нависели, и которые собираются повесить, они только набирают сил и ход. Ведь еще санкций как таковых нет. Я там где-то прочитал, что какие-то санкции по поводу блокировки каких-то наших счетов, а это был разговор 8-10 марта, наступит в конце марта. Вот прошло, значит, 3 дня, 4. Что такое? Что они уже не себя как-то проявляют, тут учитывая суббота, воскресенье. Поэтому нужно смотреть, там, что в апреле будет. Я так думаю, что наверняка уйдет вниз еще. И может быть, даже не раз. И вот это про торговки, вот это движение. Потом может, знаете, как рынок, вот месяц не торговли, потом по инерции он вспоминает, что да, цену вроде привлекает, давайте порастем. Потом бах, там денег нет, капитализация уже, все деньги уже в бумагах. С Украиной договориться пока не удается. И что, и пошли вниз. Может такое быть? А у меня мнение вот какое. Да. Дело в том, что наше правительство недавно объявило о том, что оно будет тратить довольно значительные суммы из фонда национального благосостояния на покупку акций российских предприятий, которые сильно упали в цене. Это довольно важный фактор. И все-таки я склоняюсь к тому, чтобы брать. Но дело в том, что, наверное, уже триллион рублей уже из расходов. Нет, нет, нет. Как раз вот удержали рынок от падения. Как ты думаешь? Нет. Денис? Я думаю, что триллион это не так много. Я думаю, что у них за этим триллионом есть еще триллион. Поэтому я видел несколько кризисов в своей жизни. Да, и не так давно на рынке, как вы, но с 2007 года. И 2008 кризис, помню, очень хорошо. Да, это мало имеет отношения к текущим ситуациям, цен в целом, но по графику имеет отношение. Потому что, если отбросить причины падения, то рынок находится очень сильно внизу. Сбербанк примерно ушел на уровне 2007 года. в своем вот этом падении. Это любопытные уровни для покупки. Ну, были. Сейчас мы видим, что от лоев он уже ушел. Был 90, стал 150. Да, до максимума много. То есть, только, чтобы выкупить падение. Это здесь 300. А максимум было там 388 рублей. В долгосрочной перспективе. Ну, как сказать, в периоде несколько лет, я думаю, что цена сейчас интересная. Цена интересная. И к этому хочу добавить тоже такой момент. у меня в голове сейчас созрел, когда-то говорил, пришла мысль, что вот движение как привлекает. Что такое 150 рублей? Это условно 1,5 доллара. Ну, 2 доллара. Это что такое вообще? Бумагу стоят 1,5 доллара. Нашего центрального, то есть, не центрального, а главного банка российского. Народный банк, считается Сбербанк вообще так. Это вообще даром просто. Да, вообще так вот. Поэтому, если у кого глубокие карманы, то рекомендация, конечно, покупать. А кто слабо капитализированный, то я не советую покупать. Мне нравится вот эта формулировка глубокие карманы. Если у вас глубокие карманы, можно брать? Да. Хорошо, давайте дальше тогда. Значит, это был Сбербанк, его брат Газпром. Ну, Газпром, наверное, такая же. Это картина в точности. Газпром не совсем. Значит, Газпром... Он выходил вообще там на 124. Смотрите, значит, ситуация следующая. Попала, конечно, под раздачу Сбербанк. Потому что в мире он мало чего решает. Да, крупная корпорация, но его заблокировали, под санкции ввели. Значит, закрываются. Сбербанк решил уйти из Европы. Хотя, я сам видел даже Сбербанкские отделения там. И это удар сильный по бизнесу. Плюс процентная ставка 20. Ипотеку никто не берет. У банков кризис в моменте. Другой дело Газпром. Как газ нужен был, так он и остается нужным. Исходя из этого, из этой логики, мы видим цены. И если Сбербанк упал с 388 рублей на 89 в моменте, то, да, Газпром тоже сильно в моменте провалился. Но посмотрите, где сейчас цена. Цена на Газпром составляет 251 рубль. Выросло в два раза от минимума 124, которые мы видим. Да, от минимума в два раза. Максимум был в районе 400. Он как раз преодолел максимумы наконец-то. В 2021 году Газпром преодолел свои исторические максимумы образца 2008. В 2008 году по-моему 360 рублей. 61 рубль. И сейчас мы видим цена 250. Нельзя ее назвать низкой, очевидно. Но вот ваше мнение, маэстры, что делать с Газпромом в текущей ситуации? Я считаю, что если подойти к этому вопросу формально, то мы видим, что месячная средняя пока движется вниз, цена под ней, средняя еще не изменила свой наклон вверх, цена ее еще не пробила и возможно имеет смысл подождать. Но опять-таки нужно пометовать о том, о чем говорил только что Денис, о том, что газ, голубое топливо в ближайшее время будет, что называется, в цене и, соответственно, Газпром с высокой долей ожидаемости будет и дальше его продавать в Европу, пусть теперь за рубли. Поэтому в целом эта бумага, я считаю, через некоторое время пробьет и среднюю и на ней сформируется устойчивый восходящий тренд, ее в целом следует брать. Ну вот, наверное, следует прислушаться также к мнению Валерия Владимировича о том, что, возможно, тоже будут какие-то удары вниз, какие-то локальные отскоки и вот, скорее всего, бумагу эту нужно брать именно на таких движениях. но в целом необходимо иметь в виду, что эта бумага в целом, я считаю, будет дальше расти. Может быть, не как ракета, не очень быстро, но в целом она будет расти. Мое мнение, значит, от минимальных показателей «Газпром» вырос в два раза. Мы посмотрим сначала с точки зрения положительного, потом отрицательного. это сильно, это хорошо, но если посмотреть на цену «Газпрома» 2,5-250 рублей, это где-то грубо очень, 2,5 доллара в США. «Газпром» это акция корпорации «Газпром», но это не живой газ, который идет в Европу. Поэтому так смело и однозначно говорить, что будет рост и сильный рост. Он будет, но в это прекрасное время может быть не придется жить ни тебе и ни мне. Может, пройдет 2-3 года, может быть, даже 5-7-10 лет. Не 70, а 7-10. Потому что вообще, я сейчас так смотрю, на наш рынок, конечно, загнали его со страшной силой. Потенциал рост у него есть и, как я говорил на предыдущих тоже наших выступлениях, да, но опять же, вот это ну сильно упали. сами представляете, человек упал с 10-го этажа. У него все ломано, переломано, он находится в шоковом состоянии. Куда он там будет расти? В ближайшее время, я говорю. Наверняка нет, наверняка нет. Будут отходы какие-то, проторговки. И вот а цена, которую мы сейчас видим по 250 рублей, да, она уже максимальная на сегодняшний момент по всем показателям, то, что я вижу вообще происходит с точки геополитики, с точки зрения экономики, с точки зрения всех вот этих вместе взятых ситуаций на рынке, в мире. Вот. И людям в Германии советично нужен газ, реальный, а не акции Газпрома. От того, что у тебя акции Газпрома, у тебя в квартире появится свежий газ, Это о том, что интересный акций Газпрома подогревается высокими ценами на природный газ, а цены запредельные. Ну, это всегда как мы смотрим акции Лукойла, акции Лукойла, да, акции Лукойла, и ты знаешь, что акции Лукойла, они связаны с нефтью, но в то же время и не связаны. Ну, где-то и не связаны. Я сейчас про это говорю. Газ связан, но не связан. Лукойла перед вами. То есть максимумы давайте сразу обозначим. Лукойл. Да, в районе 7500-7600 это максимумы, значит, в моменте просадки в районе 3 там 0.50, да, 3.060, и сейчас вот 5600 текущей цене. неслабо отскочил. В дворах практически. Опять же, цена не низкая. Нельзя назвать низкой, она с дисконтом Матхая. Ну как вот здесь можно брать после того, что мы видели, что случилось, да? Ну как в долгую, в глубокую. Опять же говорю, если глубокий карман, денег много, тот же миллион свободный, ну возьми на 500 тысяч. На 500 тысяч не бери. Оставь там на лучшие времена, когда, может быть, более привлекательные цены будут на тот же УКОИЛ, на тот же ГАЗ, на тот же НОРНИКИ, мой любимый бумага, на тот же ВТБ. Понимаете, как это все? Момент вообще сложный. Кто сейчас может однозначно сказать, что будет через месяц, тем более через год вообще? Ты можешь сказать, что будет через год? Какие цены? Я очень рад, что я нахожусь сейчас не на вашем месте. Потому что прогнозировать такой рынок крайне сложно и такую картинку. А я все-таки возьму на себя смелость. Вот знаете, что мне хотелось бы сказать, коллеги? Вот, глядя на график ЛУКОИЛа, можно провести некоторый мысленный эксперимент, да? Смотрите, вот эти вот две свечи, одна из которых с длинной нижней тенью, а другая расставает. Ну, две мрачные свечи. Да, да, да. Перед закрытием, да, да. Одна 20, видимо, 2 марта, нет, что я говорю, 24 февраля, а другая, нет, 22 и 24, 23 был выходной. Это февраль, это февраль. Подожди, господа, можно мне сказать? Я тебе добавляю, вот эти две свечи, вот, Денис Игоревич, 24 февраля и следующая за ней, 25 февраля. Вот эти две свечи можно, эти две свечи можно как бы мысленно убрать с графика. Почему? Потому что это было два дня форс-мажора форс-мажора. И нужно посмотреть, нужно посмотреть на то, а что у нас произошло после возобновления торгов на рынке, после вот этого месячного перерыва. Это очень важно. А после возобновления торгов, да, рынок чуть-чуть сходил вниз, потом пошел вверх, и вот сейчас рынок находится в некотором моменте истины. Если сейчас месячное среднее будет пробито снизу вверх, и это месячное среднее будет постепенно разворачиваться вверх, то надо будет лукойл покупать. Опять-таки, без фанатизма, со стопами, но в целом будет реализовываться в этом случае типовой сценарий начала роста после сильного падения вниз. Поэтому я возьму на себя смелость Валерия Владимировича сказать, что лукойл надо тоже брать. Зафиксировали. Наш рынок, да, ну и давайте в заключение нашего рынка взглянем на индекс московской биржи, то есть на рынок в целом, который представляет 43 акции основные. По нему картинка, конечно, схожа. Да они все идентичны, картинки. Похожи, да. Но он находится пониже, чем некоторые акции. Нефть и газ, как мы видим, в связи с тем, что мы как продавали эти природные ресурсы, так и будем продавать. Не в Европе, так к китайцам, не китайцам, так вьетнамцам, да, и так далее. Монголам. Монголам можно, да, задвинуть. Значит, а вот некоторые акции, конечно, в сильной просадке. А индекс это некое сглаженное, потому что 43 акции входящие в него и вот его картина. Смотрите, да, то есть хаи были в районе 4300 и сейчас он находится 2759. А минимальный как? Минимальный 1692, наверное, ну, примерно. 1690. Это упало на 70%, да, 60 точно. Сильный был удар, да. И сейчас вот он отскочил фактически обратно к последнему дню, вот, ну, когда было падение. Вниз. А я думаю вверх. Это хорошо, что мы так с тобой это... А давай вот вверх скажи, вот теперь вот я тебе задам вопрос. Вверх вот на 2, на 3 дня, на неделю, на месяц или вот... Вообще вверх. Всегда вверх. Я считаю, что где-то основа года на полтора, на два вверх. Вот все время вверх. Да. Ну, конечно, с откатами, но мы не дети, не детсадовцы, чтобы считать, что рынок будет расти вверх без откатов. Как реактивный самолет, да? А я думаю, что рынок уже достиг максимуму вот на этих днях, да, и в течение нескольких месяцев будет вообще либо ходить вот в боковике здесь, либо даже отойдет ниже. А рост у него... Вот давайте запомним эту цену сколько сейчас цена... 12759. 2759, да? Что... Ну, вот... Если даже пробьет, то там... Дорогие друзья, чтобы вас окончательно запутать, я скажу, что рынок в бок уйдет. Ну, а я что сейчас говорю? Да, правильно. Но вы больше за удар вниз... Ну, в бок это то же самое, что вниз. Касается вверх, я в бок. Денег не поднять же ведь, Согласен, да. Ну, вот я нарисовал мой прогноз, что на этих уровнях... В боковике можно тоже деньги поднимать, друзья, это азбука рынка. Нет, да, но это мастерство определенное. Ну, а вообще для того, чтобы на растущем рынке деньги поднять, тоже нужно иметь мастерство, потому что есть люди, которые на растущем рынке могут... И потерять их. Да, шортить со страшной силой, как некоторый доллар. Значит, я считаю, что правильно, Касай Саревич говорит, можно в боковике поднимать денег интродэй. Потому что интродэй будут трендовые дни. Да, рынок может сходить в каком-то определенном диапазоне с амплитудой 10%, но при этом внутри дня он может сходить очень хорошо. Так, что ж, по нашему рынку понятно, давайте перейдем к альтернативной финансовой реальности. Да, нет, мы еще может быть там посмотрим золото-серебро валюту. Давайте валюту. Давайте валюту. Валюта более актуальна, потому что золото-серебро мало кто берет в долгу и особенно. А вот валюту я согласен. Это очень хорошо. И на валюте к вам вопрос будет, пока я ищу. Как вы относитесь к вот этому указу по поводу перевода оплаты за российский газ, нефть в рубли? Ну, как это сказать? Руководству видней. Как я могу сказать? Там же есть талантливые люди, которые учились в Гаварде, в Оксфорде, в Волоневском университете. Вот у нас Дерибаскар учился где-то в каком-то университете. Поэтому, исходя из этого, если так придумали, только я так удивляюсь, почему-то только в этот момент, если это такая классная схема, почему только она сейчас всплывала? Почему нельзя это было сделать пять, десять лет назад, пятнадцать, двадцать, если так классно подорвать Запад и насытить нашу экономику и долларами, рублями? Ребята, где же вы были раньше интересны? Только когда враг на горе свистнул, вы, значит, вспомнили, что можно сделать так. Поэтому здесь, наверное, есть и какой-то отрицательный момент. Перед вами график. Во-первых, не все страны согласно оплачивают в рублях. Вы видите, что делать. Я только прочитал, что их две страны пока так более-менее высказали. Это Молдавия и Болгария. Но они, как сказать, наши, поэтому, может быть, они и да. А вот Германия, там Нидерланды, там категорически против. И есть у них такая Урма фон дер Ляйн, так она вообще рвет волосы на себя. Она сказала, что это, обход санкций? Говорит, не допущу. Лучше я, говорит, застрелюсь, повешу, умру, но этого не будет никогда. Она все возглавляет какую-то комиссию в Евросоюзе? Урсула фон дер Ляйн. Да, такая баба, как на бабу-яку похожа. Только блондинка. Так вот, исходя из этого, я так смотрю, да, вот, это вот, это вот, нет, в днях, в чем это? Дневной масштаб. Ну, он сильно упал, конечно, но сейчас у него тоже, наверное, какой-то боковик будет. Я не думаю, что он пойдет к 5 рублям, там вообще, понимаете? Если мы такие цены увидим вдруг, то это уже будет не экономика, это будет опять как при Сталине. Сколько долларов должно быть? 60 копеек. Говорят, что вы говорите? Давайте 2-3 рубля. Нет, 60 копеек. Это вот же этой серии. Понимаете? Потому что какая тут экономика? Это уже принудительные какие-то моменты, которые экономических, ну, нет. Все, да, хорошо, вот доллар можно продать там за 80 рублей, но купить ты его не можешь ни по каким деньгам вообще-то. Как вообще-то? Ну, продавай по 80 рублей потом, а потом что ты будешь? А тебе надо будет поехать за границу. Но самолеты не летают. Вот это все вот вместе в совокупности. Мое мнение следующее, дело в том, что решение о переводе расчетов по газу в рубли в целом, конечно, назревало. Оно назревало давно, но есть такая русская пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестнется. Или рак там, наконец, виснет. так вот. Так вот, и, конечно, можно долго рассуждать, почему это раньше не делалось, но в целом, это не наша задача в рамках сегодняшней передачи. Ты правильно сказал. Потому что можно и лекцию прочитать на эту тему. Дело в другом. Дело в том, что я считаю, что рынок в ближайшее время на эту схему расчетов перейдет, и что бы там на себе не рвала Урсула фон дер Лайн, газ Германии нужен, Европе газ нужен, и они будут его покупать за рубли, тем более, что в этой схеме ничего страшного и необычного нет, потому что, например, в течение огромного количества лет та же Россия покупает в той же Европе огромное количество товаров, разнообразное оборудование, оплачивая их в евро и в долларах в том числе. А здесь просто российский товар, природный газ, а вслед за ним возможные нефть, минеральные удобрения, лес и прочие товары западные страны будут покупать за рубли. Ничего в этом экстраординарного с точки зрения чисто механики расчетов нет. И этот фактор в целом, конечно, я рассматриваю как положительный для финансовой системы России и с точки зрения конъюнктуры валютного рынка это тоже фактор положительный. С моей точки зрения доллар в ближайшее время даже может еще немножечко и потерять в цене и куда-то уйти чуть ли не к 75 рублям или к 80 рублям. Это мое мнение. А в дальнейшем он может в каком-то коридоре находиться. Почему я делаю такое мнение? Потому что, опять-таки, судя по всему, все самое страшное уже позади с точки зрения санкций, с точки зрения волатильности на финансовом рынке. И вот это обратное движение рынка, я имею в виду доллара с уровня 120 рублей до уровня фактически 84 рубля, показывает о том, что валютный рынок России стабилизируется. То есть, мой прогноз по доллару стабилизация. И лично я позитивно отношусь к началу торговли, к будущему началу торговли газом, нефтью и другими экспортными товарами России за рубли. Я тут с тобой немножко не соглашусь или добавить, потому что это наша схема. Наша схема предложена Западу покупки и продажи наших сырьевых ресурсов. Это не значит, во-первых, что они согласятся, это раз. Во-вторых, когда я смотрю, как они реагируют, они реагируют очень болезненно и очень нервно. И это не значит, что мы уже их переиграли и победили. Схема хорошая, но она, видимо, под себя имеет какие-то подводные камни. Эти подводные камни, как сказал один экономист, она хороша на первом этапе. На втором этапе она не будет работать. На каком втором этапе, он не сказал. Я хотел спросить у него, но мне не удалось. Я так подумал, что вот такие тетки, как Урсул фон дер Ляйн, они перегрызут горло, по-моему, себе и всем, но они не допустят. Потому что они считают, что эта схема есть обход санкций просто. Минуточку. Вот я хочу свои уже пять копеек ставить в этот вопрос. Дело в том, что вот эти все санкции и развязанная Западом в отношении России экономика, финансовая война, это, с точки зрения прежде всего Запада, это безумие. Я об этом говорю ответственно, как экономист. Почему? Потому что, по сути, это война с собственной сырьевой базой. Если у тебя не будет нефти, у тебя не будет газа, у тебя не будет минеральных удобрений, то у тебя не будет даже, не то, что там бензина, да, и отопление в домах, и сырья для огромного количества промышленных предприятий. У тебя, так сказать, не будет косметики, у тебя не будет нужного объема продовольствия, и у тебя будут рушиться производственные цепочки. В экономике возникнет эффект демультипликации. И еще раз хочу сказать, что в целом руководителям западных корпораций, которые имеют колоссальное влияние, вообще говоря, на политиков на Западе, в этом плане абсолютно все равно, чего там думает Урсула фон дер Ляйн, и является ли это обходом санкций, или не является это обходом санкций, там прагматики. Они нарушили свой прагматизм, начав экономико-финансовую войну против России, но потом реалии жизни их поставят на место. В частности, американцы уже, что называется, хвост по ветру держат, и они отказались от части санкций, они продолжают закупать в России нефть, нефтепродукты. Вот это очень важный момент. Поэтому, мое мнение следующее, что доллар в ближайшее время уж точно не будет в цене расти. А торговля за рубли это уже реальность завтрашнего или послезавтрашнего дня. Не совсем согласен с тобой. Все-таки здесь достаточно, мне такое ощущение, что ни запад, ни мы никогда не сталкивались с такой моделью, и она в головах может быть и зрела, но вот ее только сейчас начали использовать, предложили. Во-первых, ни одного контракта, ни одного еще сделки не заключалось, правильно, насколько я понимаю. Как там пойдет и куда выйдет, это тоже неясно. У Запада есть сильные такие, кроме Урсулы и Ундерлайн, у них есть просто мощная экономика. Они наверняка найдут ходы, чтобы нас отрезать от нефти и от газа. Валерий Владимирович. Потому что я посмотрел, так, подожди, мои три копейки. Я посмотрел, наша нефть, она, во-первых, Юрлс, из нее бензин не идет, это, скорее, используют мазут какой-то там топочный, это асфальт, из нее делают, Годрон, там это вообще всякие такие, строительство найдет, а в химической промышленности. Вот, это, во-первых, не первая, это не ливийская нефть, не Саузская Аравия. Нефть, наша нефть, она второго качества, второе сырье, потому что она называется Юрлс, это не бренд, это раз. С газом там посложнее у нас, да, но есть Катар, есть жиженый газ Соединенных Штатов Америки, понимаешь, ну, месяц-два они будут в тяжелом положении, потом это решат проблему, потому что у них есть, знаешь что, у них есть деньги, а деньги при том. А вот теперь, внимание, дело в том, что западные же эксперты в течение всего вот этого кризиса неоднократно высказывались, что в обозримом будущем, это 3-4 года, Европа не сможет найти замены для российской нефти, газа, минеральных удобрений, не может, нет, мощностей соответствующих в том же Катаре и в тех же Соединенных Штатах, если мы берем жиженый газ, для того, чтобы восполнить гигантскую вот эту дыру, которая образуется, если Россия перекроет и нефть и газ. 40% природного газа, это 200 миллиардов кубометров в год, в Европу поставляет Россия. И 25%, если мне память не изменяет, поставляет нефти. Причем альтернативных поставщиков... 5%, насколько я понимаю, это четверть, правильно? Четверть. Это даже не половина. Альтернативных поставщиков на эту четверть нет. Это колоссальный объем нефти. Ни у Катара, нигде. Добавить, то, что это неравномерное распределение, то есть, допустим, 25 или 40%, но это не значит, что по каждой стране по 4%. Некоторые страны очень зависимы, на 90% зависимы. Абсолютно верно. Ну, например, я посмотрел этот график к тому же, значит, распределение, там, по-моему, нефти было, не газа, может, газ, не помню, но не важно, что покупают очень много и потребляют. Нидерланды, маленькая страна, кто же делает? Она делает запасы, а потом продает той же Украине и кому-то, понимаешь, в чем дело? А есть такие страны, которые полностью сидят, там, это Македония какая-то, Сербия, Болгария, полностью, Молдавия, да, полностью. Вот это тоже момент, ты правильно сказал, подметил, что... Даже Польша, и дальше вот в этом моменте. Вы понимаете, ведь был какой-то момент, я просто постарше вас, товарищ, немножко, и хочу сказать, какой-то был момент, как вот сейчас молодежь, ведь молодежь не понимает, что было время, когда не было мобильных телефонов. Да. И как же народ обходился? А были в квартирах телефоны. А я застал время, когда и в квартирах не было телефонов. А где же? Как же надо было звонить? Телефон автомата. Телефон автомата были не на каждой улице. И бывало так, что ты подбегаешь телефону автомату, потому что надо вызвать скорую помощь, чтобы это для матери, которая заболела. А они взламывались, и их разбивались. Оттуда пацаны, значит, крала оттуда деньги по две копейки. И вскрывали, там, это прибегаешь, провода отрезаны, трубки там шли на что-то, на умельцев. Это было вот так вот. Практически мы жили без связи. И как-то жили. И как-то жили, понимаете? Поэтому Европа на газе сидит последние 20-30 лет. До этого как она сидела без газа? Она сидела на угле. Она как будто брала какие-то, как они называются, красиво, мне очень нравится, дистиллянты. Как они называются, когда бензин, керосин? Дистилляторы. Как дистиллянты? Дистилляты, да? Красиво звучит. Как-то обходились, ты понимаешь? Вот как Япония. В Японии вообще ничего нет полезных ископаем. Напрочь нет. Валерий Владимирович. Она танкерами сжиженный газ возит, понимаешь? И живут в реках. Почему Япония, не обладая никакими полезными ископаемыми, находится на третьем месте в мире? Ты мне объясни, пожалуйста, как экономист. Валерий Владимирович, речь-то идет о другом. Какую-то часть этих потребностей европейцы могут компенсировать, сконсервировав атомную энергетику, атомную электростанцию. Ветряки свои там, это там, да. Нет, подождите, не о ветряках. Запустив снова угольные ТЭЦ, чисто теоретически. Но, но, есть такие технологические цепочки, которые жестко завязаны на нефть и на газ. И вот для этих технологических цепочек в обозримом будущем 3-4 года у них поставщиков нет. Если нефть и газ из России в эти производства в качестве сырья не поступят, в экономике начнется эффект демультипликации. Это страшное дело. Это страшное дело. Будут останавливаться заводы по цепочкам. Но Европа, это Европа, понимаешь, это не какая-то Нигерия и не Бангладеш. Я думаю, что там есть толковые ребята и умы, которые решат эту проблему. И мы, скорее всего, тут тогда попадем, потому что никто у нас газ и нефть не будет просто покупать. Может такое быть? Такого быть не может, потому что мы эту нефть и газ будем продавать, как вы говорите, Валерий Владимирович, в Китай, в Индию, в Монголию, в Венголию. У него уже сложились вот эти цепочки, о которых ты говоришь, и они уже покупают это все. Тоже Саудовская Аравия. В свое время Михаил Зановнов сцены такое рассказал, шутку, значит, анекдотическую. Мужик поймал золотую рыбку и спрашивает, да, рыбка, мужик, ты меня поймал, значит, я исполню твое желание. Но учти, твоему соседу я сделаю в два раза больше. Мужик, ни секунды не думая, сразу говорит, выколи мне глаз. Вот, понимаете, сейчас, мне кажется, происходит похожая ситуация. Очень сильно мы интегрированы все-таки в экономику международную. Мы в мировую экономику интегрированы. Да, особенно в европейскую. вот эти санкции, они вот так, я тебе перебиваю и добавляю, они как-то и нас очень сильно бьют. Ведь, понимаете, вот говорят, что вот нефть, газ, нефть, газ. А высокотехнологические продукты мы не сможем покупать без валюты. И у нас их просто нет, мы их не выпускаем. Вот те же процессоры в Тайване, которые оказались, я тут бы удивлен. Тут даже я столкнулся с такой вещью, которая меня просто поразила. Бумага в кассовых аппаратах, оказывается, мы не производим. И кассовые аппараты могли все встать. Вы знаете, простая мелованная бумага А4, она стоила, пачка, там, 500 страниц, там, 200, 250, 350 рублей. 900, 1200. Это что такое? Мы, страна, которая на лесе сидим, у нас нет производства мелованной бумаги. Засибись вообще. Да? Это как вообще, Савельич, с твоей нефтегазом? Я тебе хочу сказать, а без бумаги останешься? Уже этот вопрос решен. Решен? Да, решен. Ты как будто там в кабинете министров находишься. Я же еще по совместительству работаю в издательстве Амрит Русс. Расскажи, как это решается, хотя бы с бумагой. Очень просто решается, есть бумага. Финляндия закупали. Я хочу сказать, что на этой неделе мне помощница Анастасия, наша секретарь, сказала о том, что действительно бумага сейчас стоит тысячу рублей за пачку, хотя недавно стоил 250-300 рублей. для принтеров, но обычно А4. Есть проблема. Так, что ж, коллеги, мы продолжаем, да? Да, давайте посмотрим в заключение на график криптовалют. Биткоин и эфир, я думаю, как самые показательные. Давайте на них взглянем. Сейчас перед нами биткоин. График его, вот картина последних двух лет. Да, то есть максимум был в районе 60-80-69, то есть в целом такой боковичочек, заход снизу и сейчас вот попытки восходящего движения последних пары недель. Ваше мнение? Ты мне скажешь о последней цене. Сколько? 42? 46 тысяч. 46 с чем там? 273? Ну да, в моменте торгуется. Значит, Савич, могу я про биткоин сказать? Значит, я в нем несколько разочаровался, потому что я как-то ждал, что все-таки он еще в 21-м году он обещал мне, мне обещал, мне не тебе, не Денису, мне обещал, что он достигнет 100 тысяч долларов, но этого не произошло. Я расстроился, как-то в эту сторону перестал творить, даже хотел закрыть со своей позицией, но не закрыл. И могу сказать, что он мне перестал нравиться, и у него по поздравение пошли вверх, да, вот у него, потому что он доходил там до 35-34 где-то тысяч долларов за одну монету. Вот сейчас он 46-47, да, был, вот, но такое ощущение, что он выдыхается, и может быть, он пойдет вверх, но, наверное, не так агрессивно, как я предполагал. И скорее всего, скорее всего, если движение какое-то сильное, может быть, к концу года. Сейчас, что-то мне кажется, в связи со всеми событиями, ведь понимаете, вот, как Константин Савельевич нас учит и написал книгу об этом, что так называемая есть интервенция крупного капитала, чтобы биткоин расти, нужны свежие деньги, правильно? Вот, а если свежие деньги сейчас начнут входить в дешевые бумаги, хотя бы, правильно? На нашем рынке, или американский рынок вдруг начнет опять расти агрессивно, то биткоин вряд ли так будет сильно расти. Короче, он будет подрастать, как у нас говорили. Так, понятно. Константин Савельевич, ваше? Пока я не вижу на биткоине какого-то, как вот Валерий Владимирович говорит, драйва. То есть, пока этот актив не очень интересен, какой-то слабовосходящий тренд, я даже воздержусь от того, чтобы давать какие-то прогнозы. Тем интереснее будет посмотреть на другие криптовалюты. Давайте на эфириум немножко взглянем. Ну, эфириум всегда повторяет и дублирует биткоин, у него нет своего имени, нет своего. я, как Сталин на каком-то совещании спрашивал свой генералитет, маршалов, когда союзники откроют второй фронт. Он обращается к Василевскому, Василевский значит, что-то там промычал, он обращается к Тимошенко, Тимошенко тоже там, Сталин и у Вас никогда не было своего мнения. А маршал Жуков, маршал Жуков, я думаю, что союзники откроют второй фронт июнь, июль 44-го года. Так вот, я хочу сказать, что у эфириума нет своего мнения. Он дублирует биткоин и у него такая сейчас тоже непонятная неясная ситуация. Вот он, видите, он, кстати, все-таки пробил свой локальный максимум с левой стороны. Вы видите, он уже повыше стоит. Но так однозначно сказать, что там, да, мы видим, мы увидим скоро сильный рост. Сейчас вот, да, что-то как-то мне особо не видится. Константин Савельевич, Ваша? Ну, где-то последние недели три на эфире восходящий тренд, пока сигналов его смены нет. А ты это дневной масштаб вот это? А неделю покажи, пожалуйста. Да, но это те, кто сейчас нас смотрит, это не хаи. Или это хаи? На это эфир. А, хаи, вот хаи я вижу. Там около 5000 было, да, да. А сейчас три. Три, сейчас скажу. Он, конечно, вот это на неделе видно, что он пробил вот этот тренд вниз, да, и он поднимается. Но мне кажется, что он сейчас как-то вот где-то кто его знает, может тоже так дать вдруг внезапно, как у него бывает, сорваться и пойти резко через объемы. не знаю, не знаю, все тут смотреть. Ну, у кого нет, эфире ведь одну монету купить, это сколько, 3000 долларов, да? Ну, одну можно купить, одну десятую монету. Можно одну десятую купить, так, да, чтобы быть в теме, да, как бы. да. Значит, я тоже рекомендую своим трейдерам хотя бы чуть-чуть прикупить для того, чтобы просто быть в теме. Потому что если у тебя нет ничего, ты такой, да. Ты какой-то дурковатый такой, ты вроде видишь рынок, но не видишь, потому что когда у тебя открытые позиции, ты как-то начинаешь сопереживать ее, и поэтому ты, более собранная, да, ты как-то более ответственно подходишь к этому, начинаешь уже задумываться серьезно. Когда у тебя там что-то якобы ты хотел открыть, не открыл, у тебя там денег нет, либо ты не интересуешься этим активом, то это совсем другая игра, другая песня. Криптовалют очень большой рынок, здесь более 7000 криптовалют, конечно же, и я могу показать те, которые просто вот там взрывают, да, некоторые уходят в космос, некоторые на дне, да, безусловно, эфириум, значит, пробивает свой нисходящий тренд, биткоин тоже ничего держится, некоторые на дне, там, лайткоин, допустим, или вот это, а некоторые, конечно, есть такие, которые просто вот появляются. Это фишка, это фишка, ну, допустим, которая появилась недавно, смотрите, да, вот дневной масштаб, она появилась, значит, вот в марте, и посмотрите на ее график, как в марте, в марте, в марте, да, то есть, новая просто фишка, ну, это конкретно GMT, значит, и, посмотрите ее цену, даже вот не берем минимум, да, вот здесь вот закрытие свечи, 13 центов, это уже немало, сейчас цена 2,5 доллара, с нуля, да, за две недели, то есть, я к тому, что, купил тысячу штук, условно, я просто хотел, да, то как-то звучит все, как-то грустно, что вот биткоин, да, там не будет до 100 тысяч расти, там как-то все такое, будет, может, там чуть-чуть, если биткоин сохранит положительную динамику, да, или нейтральную, то найдется очень большое количество криптовалют, которые будут сильно взлетать при этой положительной динамике, более того, американский рынок при его положительной динамике создает положительную конъюнктуру для рынка криптовалют, потому что, если центры растет, покупают и другие, у всех хорош настроение, деньги, а деньги тратятся, в том числе, на вот монет очень много, да, как это называется еще, GMT, ну это GMT, да, их много разных тут, да, я всякие, ты купил, да, у меня большой портфель, GMT, я решил в этом году сделать такой, портфель диверсифицированный, набрав туда 40-50 разных криптовалют, но по чуть-чуть вложив в каждую, такой эксперимент, ну получается так, что сейчас-то рынок все-таки был в серьезной просадке, некоторые криптовалюты упали с максимума на 50-70%, и сейчас мы наблюдаем разворот, как бы рынка, есть на то, конечно, показатели, в том числе технического анализа, и последние две недели мы видим рост, GMT ты купил? GMT я прикупил чуть-чуть, да, но, естественно, не по лоям, чуть раньше. взял по одному центру, ну, да, по 0-1 центру, значит, но, ее, конечно же, чуть-чуть, потому что фишки новые, они могут как сильно расти, так и сильно падать, нельзя как бы вложить миллион, да, и там получить 200 миллионов, как у многих в прекрасных снах. Так вот, господа, значит, есть, криптовалюты, которые сильно растут, и портфель, я считаю, можно набирать, я не верю в то, что биткоин может вырасти в 100 раз от текущей стоимости. Сейчас я подумаю, сколько он сейчас, 46 условий, да, в 100 раз, столько денег в мире нет. 10, это будет, это будет 460 тысяч долларов, да, если в 10 раз, от этой цены. сейчас от этой. Да, в 10, да, я говорю, в 100 раз, я не верю. ты знаешь, я как-то, когда был в хорошем настроении, биткоин рос, у меня было хорошее настроение, я там рассчитывал, у меня так и бывают, такие, какие-то, такие мысли, и у меня получалось, что при проходе цифры в 100 тысяч, наступает понятие круговой цифры, и он рвет к 160, к 170. Потом он, значит, в страшном бэковике находится, притом несколько лет, и потом он выходит почему-то на 400, 460 тысяч, следующее движение у него. Вот так у него получалось. Ну, не знаю, это все фэнтези, ты понимаешь? В 10 может, просто столько денег в мире нет, вы должны понимать, что капитализация биткоина около триллиона. На сегодняшний день? Примерно, там 800, там триллион, тогда может быть триллион, а потом оно может быть 80 триллионов. Я думаю, что столько денег в мире нет свободных, чтобы вложить в биткоин. Просто нет свободных денег в мире столько, чтобы он сто раз вырос, чтобы он достиг 100 триллионов долларов. Просто их нету. Поэтому рост его ограничен. Поэтому, количество монет тоже ограничено. Тоже ограничено. Согласен, да. Но, если вы хотите, и вы низкокапитализированные, я думаю, что нужно вкладывать в альткоины. Искать, выискивать надежные, по теханализу вкладывать, держать, и тогда есть вероятность кратного роста капитала. Если вы консервативный инвестор, имеете дело с большими деньгами, я считаю, биткоин вполне нормально, но рассчитывать нужно на более скромный процентный доход. Десятки, может быть, сотни процентов, но не тысячи какие-то. Ну, чтобы добавить, хочу сказать, что, занимаясь вот этими альткоинами, это целая наука. Потому что их много, вопрос серьезный. Технически их можно купить, да, вообще? Да, без проблем. Их много, да. На бирже, да? Да, бирж много тоже. Даже бирж много, здесь более 100 бирж. Когда приходишь в криптовалютный мир, понимаешь, какой у нас скромный. Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, да? А там 100 бирж, на которых ты можешь зарегистрироваться и торговать. Плюс еще обменники. Что ж, в принципе, мы посмотрели все активы, которые хотели. Ваше заключительное слово, господа. Ну, нужно смотреть с оптимизмом вдаль, в будущее. Потому что я, как уже немолодой человек, могу сказать, что все, плохое заканчивается, наступает опять хорошая погода, наступают хорошие времена. Я думаю, что как-то с Украиной все там. Вот у меня уже такое вот предчувствие, да, вот даже вот то, что вот на сегодняшний день, да, только там как-то вот рассосется. Вот, вот чувствовать начинаю. Исходя из этого, значит, рынок, значит, займет, опять пойдет вверх и будет, мы увидим хорошее движение вверх и можно заработать на нем будет. Поэтому не расстраивайтесь, с оптимизмом подходите ко всему и обращайся к оператору, покажи вот эту чудесную картинку вот с этой стороны. Вот у вас будет вот такой вот полет такой вот классный, такая будет жизнь. замечательная. Константин Савельевич, согласны со мной? Я думаю, да, что нужно мыслить оптимистично, в особенности в отношении нашего российского фондового рынка. Опять-таки, повторю свои слова, я верю в этот рынок, я верю в Россию и надо брать. Ну, конечно, если так посмотреть по ценам, страшно неоцененные, полтора доллара Сбербанка, два с половиной доллара Газпром, это что такое вообще? ВТБ загнали так, что там уже две копейки, это как вообще? Это что такое? Что за бумаги? Когда-то, в времена дефолта, когда Газпром строил, там, Газпром, акция Газпром стоила 2 рубля 70 копеек, 2 рубля 30 копеек, вот такие цены были, Лукойл стоил, там 60 рублей, при долларе 30 рублей, это вот 2 доллара, это что такое было? А сейчас посмотрите, сколько он стоит, даже при нынешней конъюнктуре, где-то 5-600, мы там, да, смотрели, это не слабо, да, даже по нынешним меркам, в валюте, сколько получается? Долларов? Ну, 50 примерно. 50 долларов, сейчас меньше, с учетом курса, но... А был 100 долларов, Вот, пожалуйста, у роста за, какой там промежуток, за 20 лет, 50 раз, с 2 долларов до 100, вот такие перспективы, да, скорее всего, и вот такая картинка, покажи, пожалуйста, еще, Дим, класс. Что ж, дорогие друзья, я согласен, во многом, с вашим мнением, хочу, единственное, расширить на то, что нужно, всегда диверсифицироваться и вкладывать не только в российский фондовый рынок, но и в американские акции, которые доступны сейчас через Санкт-Петербургскую биржу, через Московскую биржу, а также, конечно же, в рынок криптовалют, потому что это уход и от валютных рисков, диверсификация, и портфель должен быть у вас обширным, вы должны управлять собственным капиталом, потому что вы являетесь последним, так сказать, в этой обороне, против того, что происходит на рынках мира. Поэтому, пожалуйста, диверсифицируйте, защищайте свой капитал, раскладывайте по разным корзинам и будьте всегда в профите. Что ж, спасибо большое за внимание, спасибо большое нашим сегодняшним спикерам за мнение по рынку. До новых встреч и до новых побед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова